Украинцы спешат покинуть районные военных действий. Как сообщает Минобороны России, подразделения народной милиции Донецка и Луганска перешли в огневое контрнаступление при поддержке российских вооруженных сил. События разворачиваются через два дня после признания суверенитета республик. По данным российских источников были нанесены точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Никаких ударов по гражданским объектам Россия не наносила. Ну а если говорить о том, что такие заявления делает Зеленский или какие-то другие политики, то, как я уже ранее сказал, сейчас любые действия России будут искажаться и высвечиваться в крайне негативном свете, чтобы представить Россию как агрессора. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ситуация мгновенно отразилась на фондовом рынке. За сутки падение акций ряда крупных российских компаний достигла 50-60%. Тем временем Китай, воздержавшийся от прямой поддержки России, разрешил ввозить российскую пшеницу не из семи регионов, а со всей территории. Неизбежные новые санкции Запада. Какие, еще гадают специалисты. Подозреваю, что ограничения на экспорт нефти, газа, пшеницы и так далее введены не будут, поскольку это просто обрушит мировые рынки соответствующих товаров. Запрет на продажу нашей нефти или газа просто приведет к тому, что нефть и газ на мировых рынках станут стоить, может, в полтора, может, в два раза, а может, и в три раза дороже, чем сейчас, что нанесет в первую очередь удар как раз по основным инициаторам санкций. Взаимные обвинения в национализме привели к разрыву дипломатических отношений. Приведут ли эти события к установлению нового железного занавеса, продолжит политолог Роман Теньковцев. Ситуация с железным занавесом, она ведь, в принципе, уже сегодня на наших глазах реализуется со стороны Запада. Ведь как можно расценить те пакеты санкций, которые вводятся по отношению к России, начиная с 2014 года? Уже заявлено руководителями европейских стран и Соединенными Штатами, что будут существенно расширены эти санкции. Ряд европейских стран призвал отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, аналогом которой выступает Российский мир. Также были отменены авиаперелеты в южные регионы России. События продолжают развиваться. Ариадна Кугушева, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин